Турецкий язык, урок номер восемнадцать, настоящее время, щемдики заман. Настоящее время может использоваться в нескольких значениях. Для обозначения действия в момент высказывания, например, я сижу, я смотрю, я иду, он стоит, она говорит и так далее. Также может использоваться для выражения постоянного верного неизменного действия. Например, я играю на гитаре. Это обозначает, что я умею играть на гитаре. Или он курит. Не то, что он в данный момент курит, а вообще, что человек курит. Есть такая привычка. Или она вяжет. То есть у человека есть умение вязать. Третий вариант использования. Для обозначения более широкого, настоящего или повторяющегося действия. Например, я учусь в университете. То есть это какой-то отрезок моей жизни. И в этом отрезке я нахожусь в стадии учения. Я учусь в университете. Или я хожу в школу. Или, например, они каждое утро чистят зубы. То есть это действие повторяется каждый день. Поэтому здесь используется тоже настоящее время. И четвертый вариант использования. Для обозначения некоторых действий, относящихся к будущему времени. Например, на следующей неделе мы едем в Стамбул. То есть глагол здесь стоит в настоящем времени, но обозначает действие, которое будет совершено в будущем. Настоящее время в турецком языке образуется так. К корню или основе глагола присоединяется аффикс настоящего времени, который имеет четыре варианта по правилу гармонии гласных. Плюс добавляется личный аффикс для того, чтобы было понятно, кто выполняет действие. В разных учебниках по турецкому языку могут немного по-разному объяснять аффиксы настоящего времени. Некоторые называют аффикс настоящего времени «йор» и четыре соединительных частицы или буквы к нему. Это «ы», «и», «у» или «ы». Но я предпочитаю не запутываться с соединительными буквами. И у нас с вами будет четыре варианта аффикса. Это «ыйор», «ийор», «уйор» и «уйор». Правила стандартные. Если в последнем слоге перед аффиксом у нас есть «а» или «ы», то используем аффикс «ыйор». Если у нас буквы «э» или «и», значит используем аффикс «йор». Если буквы «о» или «у» используем аффикс «уйор». И если буквы «ы» или «ю», используем аффикс «уйор». Для того, чтобы было понятно, рассмотрим несколько примеров. Если корень или основа слова заканчивается на согласную букву, то мы смотрим, какой у нас слог перед аффиксом и по гармонии гласных приписываем к нему аффикс. Например, слово язмак. Писать корень у нас здесь яз, так как здесь у нас буква а, значит мы используем аффикс иер и получаем язьорум. Это если я пишу, как вы видите в конце мы ставим личный аффикс. Язьорсун, ты пишешь. Язьор, она или он пишет. Язьорус, мы пишем. Язьорсунус, вы пишете. Язьорларш, они пишут. Следующий глагол вермек. Переводится как давать. Здесь у нас корень вер и буковка э, значит используем аффикс иер и получаем верьорум, я даю. Верьерсун, ты даешь. Верьер, он, она дает. Верьерус, мы даем. Верьерсунус, вы даете. Верьерларш, они дают. Следующий глагол курмак, который переводится создавать. У нас здесь буковка у, и значит будем использовать аффикс уьор. Получаем курьорум, я создаю. Курьорсун, ты создаешь. Курьор, она или он создает. Курьорус, мы создаем. Курьорсунус, вы создаете. Курьорлар, они создают. Следующий глагол юзмек. Переводится как плавать. В корне слова у нас буковка и. Значит используем аффикс уьор. И получаем. Юзьорум, я плаваю. Юзьорсун, ты плаваешь. Юзьор, она, он плавает. Юзьорус, мы плаваем. Юзьорсунус, вы плаваете. И юзьорлар, они плавают. Теперь давайте посмотрим, если у нас корень или основа глагола будет заканчиваться на гласную букву. Тогда смотрите, что мы делаем. Мы берем и последнюю гласную буковку откидываем. Например, глагол окумак. Переводится как читать. У нас корень оку. Мы берем и откидываем гласную буковку у. Что у нас остается? У нас остается слог ок, в котором буковка о, значит мы будем использовать аффикс уьор. Получаем окуйорум, я читаю. Или, например, глагол ущумек. Здесь мы делаем точно так же. Последнюю гласную буковку у откидываем. Остается у нас ущ. В этом слоге у нас буковка у, значит мы используем аффикс уйор и получаем ущуйорум, ты мерзнешь. Возьмем еще несколько примеров. Например, слово башламак. Начинать переводится. Корень у нас башла. Откидываем буковку а последнюю. Получаем слог башл. В нем у нас буковка а, значит мы используем аффикс уйор. Получаем башлы йорум. Следующее. Динлемек. Слушать. Корень динле. Откидываем последнюю буковку э. Получаем динь слог. В нем у нас буковка и. Значит добавляем аффикс уйор и получаем динь льорсун. Переводится ты слушаешь. Следующее слово анламак. Корень анла. Откидываем последнюю буковку а. В корне у нас буква а, значит используем аффикс уйор. Получаем анны ёр. Он или она понимает. Переводится. Следующее слово у нас сейлемек. Вот смотрите, почему вот эта тактика откидывания последней буковки гласной и смотреть, что у нас находится в следующем слоге более практично. Потому что если мы будем брать за основу аффикс настоящего времени аффикс ёр и соединительные буковки и, и, у или ё, тогда в словах, когда они будут заканчиваться на гласную, нам надо будет смотреть, какая буковка в какую буковку превращается. То есть в слове, например, башламак, буковка а, как бы перевернулась в соединительную буковку и, да? Или там в следующем слове динлемек, там буковка э у нас вроде как перевернулась в буковку и. Но вот здесь в слове сейлемек, здесь уже буковка э у нас перевернется в буковку и. И тогда очень сложно запоминать, когда она должна в какую буковку превращаться. Поэтому более практичный вариант, мы откидываем последнюю гласную и смотрим в следующем слоге в корне, или в слог, который будет идти перед аффиксом, какая у нас гласная буква. Поэтому смотрим в слове сейлемек, откидываем буковку э, у нас остается сейль, в нем у нас буковка э, значит мы используем аффикс ёр. Получаем сейлюйорус, сейлюйорус мы говорим. Или слово ойномак, у нас буковка а последняя, но мы ее откидываем и в слоге у нас остается буковка о, поэтому используем аффикс уйор и получаем слово ойнуйорус. Мы играем, переводится. Еще есть два таких коротких слова, это слова демек и емек, что переводится как говорить и кушать. Здесь мы откидываем буковку гласную, но так как больше никакой гласной нету, значит мы берем за основу прибавления аффикса вот эту последнюю буковку. То есть в слове демек, буковка э, у нас значит получаем аффикс ёр и получаем диорсунус. И в слове емек, кушать, точно так же буковка э, и у нас аффикс идет ёр и получаем ёрлаж, они кушают. Также нужно знать, что в некоторых глаголах, у которых корень или основа заканчивается на букву тэ, происходит озвончение согласной тэ на согласную дэ, если она оказывается между двумя гласными. Например, слово этмек, и когда мы будем добавлять аффикс ёр, у нас буковка тэ оказывается между двумя гласными и озвончается на буковку дэ, то есть этмек, озвончаем и получаем эдьорум. Но это тоже некатегоричное правило, потому что в некоторых словах, несмотря на то, что корень или основа будут заканчиваться на букву тэ, и хоть она и будет оставаться между двумя гласными, она не будет озвончаться, например, такие глаголы, как сатмак, у нас будет сат ёрлаж, то есть она здесь не озвончается, и другие глаголы, например, башлатмак, будет башлат ёрлаж, или анлатмак, анлат ёрлаж, то есть будут глаголы, в которых не озвончается. Теперь давайте посмотрим, как у нас отрицательная форма образуется. Как мы знаем, отрицательная форма глаголов у нас образуется при помощи аффиксов ма и ме, которые присоединяются к корню или к основе глагола. Теперь давайте берем точно то правило, как и для обычной формы, не отрицательной. Просто в отрицательной форме у нас вместо основы глагола будет корень или основа глагола плюс аффикс отрицания ма и ме, а все остальное правило присоединения аффикса настоящего времени точно такое же. Посмотрим примеры, например, глагол язмамак, что переводится не писать. Здесь у нас основа язма. К этой основе язма, что мы делаем, как мы присоединяем? Мы откидываем последнюю гласную буковку а, смотрим на предыдущий слог. У нас слог язм остаётся, там буква а значит аффикс и ёрш. Мы добавляем его сюда и получаем язмйорум. Я не пишу язмйорсун, ты не пишешь язмйорш. Она не пишет язмйорус, язмйорсунус, язмйорлар. Или ещё один глагол вермемек. Здесь у нас основа глагола верме и добавляем аффикс настоящего времени. Откидываем буковку э последнюю. У нас остаётся слог верм. В нём буковка э значит аффикс и ёрш. Мы его присоединяем и получаем вермьорум, вермьорсун, вермьорш, вермьорус, вермьорсунус, вермьорлар. То есть всё очень просто. Теперь посмотрим несколько примеров из тех глаголов, которые оканчивались у нас на гласную букву. Например, слово было у нас окумак. Читать. Отрицательная форма окумамак. Основа глагола у нас окума. Мы отбрасываем гласную буковку а. Смотрим, что у нас остаётся. Гласная буква у. Значит, мы используем аффикс у ёрш. Получаем окум ёрш. Я не читаю. Или ущумя мек. Не мёрзнуть. Откидываем буковку э. У нас следующий слог идёт с буквой у. Значит, мы используем аффикс у ёрш. Получаем ущумя мёрш. Ты не мёрзнешь. Башламак. Откидываем последнюю букву а. Получается у нас слог с буквой а. Лам. И добавляем поэтому аффикс у ёр. Получаем башлам ёрш. Динлеме мек. У нас основа динлеме. Убираем последнюю буковку э. И в предыдущий слог смотрим. Там у нас тоже буковка э. Получаем аффикс у ёр. И у нас динлемь ёрш. Анламамак. Откидываем а. Там у нас тоже а. Поэтому ёрш. Анлам ёрш. Беклемя мек. Основа беклеме. Убираем буковку э. Следующий слог смотрим. У нас там тоже э. Поэтому ставим аффикс у ёр. Получаем беклемь ёрш. Что переводится мы не ждём. Но здесь нужно быть внимательными. Есть такие каверзные глаголы. Которые в положительном и отрицательном состоянии меняют аффиксы. То есть меняют гармонию гласных. Например, смотрите. Глагол ой на ма. Как мы делали? Мы убирали буковку а. У нас остаётся буква о. Поэтому используем аффикс у ёр. И получаем ой на ёру. Я играю. Но в отрицательной форме. У нас основа ой на ма. Мы убираем последнюю гласную а. И следующий слог идёт уже с буковкой а. А не с буковкой о. Поэтому аффикс у нас и ёр. И получаем ой на ма ёру. Я не играю. То есть если вы посмотрите на глаголы, которые до этого, выше мы смотрели. Там всё одинаково. То есть слово, например, окумак читать. Оку ёру. Оку мамак. Оку мёру. Там всё равно аффикс у ёр. Или, например, слово ущумя мек и ущумя. И там, и там, и в положительной, и в отрицательной форме аффикс у нас одинаковый. Например, ёр. Да? Ущуёрум. Или ущумярум. Но здесь в положительной форме у нас принимает аффикс через у. У ёр. А вот в отрицательной уже аффикс через и. На это просто нужно обратить внимание. Точно такой же, например, глагол сёйлемек. В положительной форме он принимает аффикс через у, потому что откидываем буковку э в слове сёйле. У нас остаётся в слоге гласное ё и получаем аффикс ёр. Сёйлиёрум. А вот в отрицательной у нас основа сёйлеме. Убираем буковку э, последнюю гласную. И в следующем слоге тоже буковку э. И поэтому мы берём аффикс ёр и получаем сёйлемиёрум. То есть положительная у нас аффикс ёр, а в отрицательном аффикс ёр. Сёйлиёрум. Сёйлемиёрум. На это нужно просто обратить внимание. И ещё нужно обратить внимание на слова, в которых у нас было озвончение буковки Т. Так как здесь у нас отрицательная частица МА или МЕ уже идёт буковка согласная, поэтому буковка Т не будет находиться между двумя гласными. И здесь тоже в положительной форме у нас будет озвончение, а в отрицательной форме не будет озвончения. Например, глагол ЭТМЕК ЭДИОЖ положительная форма и ЭТМЕМЕК отрицательная ЭТМЕОЖ. То есть там есть озвончение, а в отрицательной форме уже нет. Или глагол ГИТМЕК, ГИДЬОЖ, а в отрицательной форме ГИТМЕМЕК и, соответственно, ГИТМЕОЖ. То есть здесь тоже не происходит озвончение. На это тоже нужно просто обратить внимание. Теперь посмотрим, как у нас образуется вопросительная форма. Как мы знаем, вопросительная форма глаголов образуется при помощи вопросительной частицы мы, ми, му или мю. Это тоже самое есть в вопросительной форме, когда мы используем личные аффиксы. Что у нас здесь происходит? Мы основу глаголу плюс настоящее время аффикс добавляем. Дальше у нас идет вопросительная частица му и плюс личный аффикс. Между двумя этими конструкциями мы делаем пробел, мы оставляем место, разделяем. Например, глагол САТМАК переводится как продавать. Мы хотим спросить, что мы делаем. К слову САТ добавляем аффикс настоящего времени. Здесь у нас буква А значит ИОР, САТЬОР, потом вопросительная частица му и личный аффикс ю. Личный аффикс ум соединяем с частицей е, но это все я уже здесь не буду повторно объяснять. Это правильно личных аффиксов. Вы можете посмотреть в другом уроке, в предыдущем про личные аффиксы, как мы соединяем личные аффиксы к вопросительным частицам. Еще что здесь можно обратить внимание на то, что так как у нас аффикс идет ИОР и он не меняется, то есть буковка О никаким образом не меняется, то у нас всегда вопросительная частица будет му, кроме третьего лица множественного числа, потому что там немножко по-другому идет присоединение. Сначала присоединяется личный аффикс, а потом уже вопросительная частица. Вот мы смотрим. САТЬЕР МУЮМ, САТЬЕР МУСУН, САТЬЕР МУ, САТЬЕР МУЮС, САТЬЕР МУСУНУС, САТЬЕР ЛАР, МЫ. Вот здесь нужно просто обратить, что сначала идет личный аффикс ЛАР, а потом уже идет вопросительная частица, поэтому получается САТЬЕР ЛАР, МЫ. Здесь из-за того, что в аффиксе ЛАР буква А, у нас идет вопросительная частица с буквой И. И точно так же, если мы спрашиваем вопрос в отрицательной форме, для примера возьмем глагол ГЁРМЕМЕХ, то есть НЕ ВИДИТЬ, основа у нас ГЁРМЕ, добавляем по правилу добавление аффикса настоящего времени, у нас здесь получается УЁР, и следующий вопросительный частицу и личный аффикс. ГЁРМЮЮЮМ, Я НЕ ВИЖУ, ГЁРМЮЮЮЩУН, Ты НЕ ВИДИШЬ, ГЁРМЮЮЮЮЩУНУ, Он, она не видит, ГЁРМЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ� Продолжение следует...